В Павлодаре водители автобусного парка выразили недовольство нынешними условиями работы. 25 автобусов снялись с маршрута. Неудобства почувствовали горожане в час пик. С коллективом встретилось руководство области и города. Решился ли вопрос, чем недовольны местные водители и кондукторы? Об этом в следующем сюжете. Накануне павлодарцы заметили отсутствие автобусов на маршрутах под номером 10, 21 и 22. Еще утром в автобусах было 30, а к вечеру осталось всего 5. Водители просто ушли с рейса. Всему виной условия, в которых им приходится работать уже год. Анастасия Черникова, кондуктор автобусного парка, говорит, что работать за идею больше нет сил. Проблема с проездом льготников стоит остро с ноября прошлого года, а вспышка коронавируса только все усугубила. Сейчас у нас 80% сотрудников на удаленке работает. Пассажиропоток вообще упал. Плюс еще к этому они требуют, чтобы мы контролировали, чтобы загруженность была 50%. Это же тоже все деньги. Ну, потерпите, подождите. А чего терпеть, чего ждать нам? Но что-то жить же нужно. Руководители регионального союза транспортников Василий Рудаков признаются, что это не частный случай. На данный момент действует семь автобусных перевозчиков, и у всех ситуация аналогичная. Водители и кондукторы уходят, а те, кто еще остались, работают в убыток себе. Буквально я Акиму города написал девятое от всех перевозчиков письмо Акиму города Павлодара, где изложил все эти вопросы. Второй вопрос – это льготные перевозки граждан. Ну, все знают, что наш уважаемый маслякат утвердил с 19 и 20 в 17 категорий граждан. Ну, все просто, кажется. 17. Семь из них возмещение происходит из бюджета, а 10 категорий – за счет тех же перевозчиков. То есть, недополучает каждый водитель, кондуктор с каждой поездки. А это в месяц где-то до 6 миллионов получается. Василий Рудаков утверждает, что в адрес Акима города и ЖКХ он отправил многочисленные письма с разъяснением проблемы и условиями. Однако коммунальщики утверждают, что никто причины забастовок не озвучивал. То есть, уже было снижение арендной платы. И неоднократно. Надо было выдвигать, как бы, ну, надо эти все экономически обсчитывать все эти вопросы, я считаю. Им просто бывший Аким города какие-то обещания дал. Не знаю, подкреплены они были экономическими какими-то расчетами, не подкреплены. Я сейчас это сказать не могу. Но факт в том, что надо разбираться, возможно ли так сделать или нет. То есть, сейчас они выдвинут свои требования. Мы будем поэтапно во всем разбираться, в том числе и, может быть, по заработной плате. В то время как местные власти и транспортники не могут найти компромисс, повладарцы на себе ощущают переполненность в общественном транспорте. Он уже давно реже стал ходить. Как вы считаете, с чем это связано? Даже не знаю. Казалось бы, наоборот, должны пустить больше автобусов, чтобы народу меньше толкалось. А наоборот, получается все. Полность полная. И в маршрутке берут. Я ездил позавчера. И в маршрутках полная. Он берет полная. И людям не пройти, и без масок ездят. Заметил я, да. Как вы думаете, с чем это связано? Это безответственность. Народу мало стало ходить. В основном же все дома сидят. И идет вопрос, как выживаемость. Например, ездило пять транспортов. Сейчас четыре или три. Смысла нет. Ездят только бензин тратят. Сегодня все три маршрута вышли в рейс. С бастующими встретился градоначальник. Они договорились, что изложат свои требования в письменной форме и в очередной раз передадут их в Акимат. Ситуацию прокомментировал и глава региона Абыл Каирскаков. В целом мы хотели бы сказать о том, что из-за пандемии идет сокращение пассажиропотока. У нас в Павлодаре практически 17 категорий населения, жителей, по которым бесплатно перевозят перевозчики. Вопрос системно решится тогда, когда мы введем дифференцированный тариф. Этот дифференцированный тариф будет работать после внедрения системы электронного бюллетирования. Эти планы у нас есть на 2021 год. Я полагаю, что после этого объективно мы будем видеть, какой объем пассажиров, количество пассажиров провозится перевозчиками, какую часть из них составляет льготная категория и сколько бюджет должен им компенсировать для того, чтобы было справедливые рыночные взаимоотношения. Напомним, что в марте этого года был похожий случай. Тогда водителям автобусов пообещали реализовать их требования. Однако обещание не было выполнено.